Всем привет! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет, и я продолжаю на уровне сложности божество за Венгрию проходить в Сидмерс Цивилизацион 6, при условии, что я обязан всем встречным цивилизациям объявлять войну. Кстати, сколько их уже? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять со мной, то есть я ещё только шестерых не встретил. Ну и если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании и в прикреплённом комментарии. Всегда лучше смотреть всё сразу с самого начала, кстати, спонсоры канала, все серии и видят сразу в вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку. На этом я свою пысью выключаю, чтобы вы не думали, что я так себя обзываю, по-белорусски лицо пыся, если вы не знали. Вот теперь можете хвастаться везде этими, несомненно, необходимыми знаниями. Так, я планирую, я вот всё решаю, честно говоря. Во-первых, давайте выберем, какое у нас будет устремление в золотом веке. Блин, я вот не помню, кстати, по поводу реформы денежного обращения, будет ли это работать на города-государства. Прям ты хоть сейф используй, потому что в данном случае это важно. Значит, у меня бегает, вот у меня бегает в Иерусалим и в Болонию 11 и 12. Хотя, подождите, там, по-моему, имеется в виду за количество путей в зарубежном городе. Значит, на самом деле это не так много будет давать. Смотрите, в городах-государствах обычно по одному району. То есть специализации, какими они являются, то есть, видите, в научном научный будет район, а в этом священный должен быть, и всё. То есть это максимум плюс 3 мне даст, поэтому, честно говоря, нет смысла это брать. Значит, у нас остаются. Здесь живут драконы на других континентах, нафиг надо. Поэтому либо к оружию, либо пульс паровой машины. Плюс 10 для чудес это так себе, а вот бонус соседства кампуса не только науку и производство. В принципе, в некоторых местах неплохо. Вот тут, на самом деле, даже плюс 3 будет. Ну ладно, тут плюс 2 производства, например. Тут плюс 4, тут плюс 4, плюс 2. Либо к созданию юнитов. Но я юниты явно не буду создавать. Ну, то есть не хотелось бы, я там, конечно, строю бомбарды, но не хотелось бы больше юниты строить. Мне желательно не терять юниты и воевать тем, что у меня есть. Ну, вот это, что можно объявить сразу после осуждения, в моем случае нафиг надо. Я и так там уже кучу претензий имею. Предъявляется на 75%. Это вот если бы в начале мне было, не знаю. Наверное, все-таки пульс паровой машины надо брать. Хотя к оружию тоже неплохо, я вот думаю. Ну, пульс паровой машины. Смотрим. 4 производства. 8 производства. Ну, просто соседство для кампусов. Так, смотрим, что здесь у нас. Соседство кампуса промышленной зоны. Новые строители на два действия больше. Плюс 4 олигархическое наследие и торговая конфедерация. А, пожите, я не включил. Так, сейчас. Надо сохраниться, включить. Просто играли сетевую, отключал тут моды некоторые. Надо на отображение включить. Вот теперь лучше по карточкам будет видно. 28, плюс 10 от соседей, ну, плюс 10, собственно, и к производству. Так, а надо ли мне еще делать рабочих? Там у меня карточка на рабочих стоит. Ну, здесь мы уже отступаем 100%. Даже не буду пытаться. Видите-ка, пойдем, защищу. Сколько ходов осталось? 5. Зря, короче, делал с одной башней. Ну, хорош тут в любом случае. Португалец. Отбился. Нечего сказать. Так, а этот у нас идет сюда к Килиманджаро. Я просто думаю... Да, Килиманджаро. Просто думаю, может мне лучше здесь купить какого поселенца и туда висеть. Висеть. Ну, просто это очень долго этот будет идти. Я, конечно, понимаю, что я его спер. Ну, 12 ходов. Зачем? Там хорошее место. Там реально надо ставить город. Шикарное место. Или все гити вообще просто построить? 4 хода. Может карточку на поселенца просто поставить? У нас дипломатическая служба один ход открывается. Смена карточки, кстати, происходит из-за того, что новый век начался. Это всегда, если кто не в курсе, чтобы вы имели в виду, при начале нового века вы можете поменять карточки. Даже если вы не открыли никакой социальный институт. Вы знаете, наверное, наверное, я реально в Сегите построю посела. Причем тут поставлю карточку на поселенцев. Ну, чтобы быстрее это произошло просто. Пока так. Все остальное я пока оставлю, наверное. Плюс 2 к влиянию. Первый посол. Да. Так, а куда у нас? Ну, вот 3 хода. Видите, они 4. Как раз вырастет город, появится, поселится, останется 10 жителей. Куда у нас? Куда у нас? Ммм, блин. Ну, я бы, наверное, качнул все-таки Трибушет, пока не убивал. До районов надо качать. Так, куда мне тогда рыцари? Сюда давайте уберу. Блин, а сюда я встану. Волин будет обстреливать. Тогда, наверное, постоим. Повышаю до бомбарды. И следующим ходом врываемся уже с этой стороны тогда. Да, врываемся с этой стороны и тут подходим тоже. Ну, волин, мне кажется, я должен брать. Прям вот есть у меня такое ощущение. Так, куда у меня генерала выкинуло? То есть я тут подходил, пытался... Блин, где... Где генерал? Где Баудика? А, в этот город. Ну, окей. Давайте. Я не хочу убивать тут пока варваров. Я хочу их на свою сторону. Я только так Бауди... У меня Баудики способность, что она всех окружающих варваров к себе приманивает. Надо, чтобы побольше варваров было вокруг. То есть я встану сюда арбалетом. Я надеюсь, его начнут атаковать побольше этих. И я варваров возьму себе в услужение. Так, тут я убрал все, чтобы акведук построить. Диер работает. Ну, пошли лесопилки, наверное, делать. Так, шахта. Что в Мишкальце у нас? Арена построена. Больше. Ну, зоопарки я не открыл. Которые купальни должны быть. Это я еще не открыл. И районы все, которые можно было, я... Сделал, да? Так, если давайте на рост. На самом деле... Хм. Ну, торговца, наверное, тогда здесь... В Буде тоже все районы построены. Рост. Так, кстати, я теперь юниты могу покупать за веру. Но, опять же, я это... Наверное, подержу до национализма пока. Неужели еще рабочих просто делать? Ну, сюда давай шахту. Как у нас тут вообще... Я, кстати, вот эту клетку отдал Буде. Тут уже больше жителей. Видите, она даже сразу обрабатываться начала. И тут мы поставим шахту. Так, здесь давай сюда лесопилку пока. Этим рабочим. Не знаю, можно просто фермы пока вот на этих открывшихся местах. Я бы пока... Так как я убрал карточку на рабочих... Рабочих бы я именно не строил пока. Так, вопрос, что мне строить? Чудо никакое не лезет. Районы все под... Ну, давайте, наверное, монумент. Хотя бы. Просто дополнительная культура. Так, этот караван я в другом месте строю. А в Кёсиге... Кампус. Слабенько. Промышленная зона. Ну, на плюс два вот тут. Ну, тут вообще никакого соседства. Плюс два чисто ради... О, на плюс три, кстати, рядом с лошадями. Во, вот здесь, между прочим... Наверное, надо ставить. Три лошади рядом прямо. Кайф. Ну, эту лошадь я, наверное, не буду обрабатывать. Она мне ничего не даст. Но вот промышленную зону сюда бахнуть, я думаю, имеет смысл. Так, в Диер прибыла... Губер. Давайте-ка-то пробежимся по городам. Еда, производство. Ну, вообще в Кёсиге можно чисто на производство пока включить. Еда, производство. Еда, производство. Максимум еда. Ну, да, тут пешет. И надо еще больше рабочих, конечно, делать. Но я поселенца сделаю. Так, стоп. А что у нас вот тут? Давайте вот так. Хотя я особо поменяла это что-либо, но... Здесь Виктория сейчас не полезет сюда. Лезет, блин. Вот это плохо. Не хочется там заниматься еще Англией. Так, плюс 10 к боевой мощи. Но я за свою религию. Хотя, естественно, это ничего не пройдет. Вот у нас иудаизм. И плюс 20% населения, но минус 5. Ну, у меня нормально с лояльностью. И тем более в Золотом Веке. То есть я бы тоже за себя проголосовал. Честно говоря. У меня вообще никто не влияет по лояльности. Но я не думаю, что я пройду. Неизвестный игрок. О, плюс 10 к боевой мощи иудаизм. То есть каждый за себя проголосный. И может такого быть, что каждый... Вот, на самом деле, синтез... Кто-то еще за иудаизм голосовал, кроме меня. Александр? И Виктория? Серьезно? А у них нет вообще никакой религии. Смотрите. Ну, сюда, зачем он за иудаизм голосовал? Может, против надо было проголосовать? Блин, пушка. А вот пушка это плохо. Хотя... Ну, могут ваншотнуть, на самом деле. Блин. Так, ну, атакую. Пока не апаю в бомбарду. Все. Отсюда уже по мне стрелять не будут. Пока просто стою. Вообще, мне еще карточку поставить на ап вот этих вот всех. Но у меня не хватает для этого селитры просто. Врываемся. Тут вообще никого из юнитов, как видите. На самом деле, надо сюда лезть. Мне уже этот военный лагерь можно не трогать. У меня пока атаковать не будет. А вот с осадной этой вот сюда, к Волину, надо встать. Этим сюда. Правда, я осаду не могу пока организовать. А там будем отбиваться... Так, а почему я не могу через гору, да, пострелять? По эгеру. Жаль. Так, и пушки я не открыл. Мне бы на самом деле пушкой открыть. Я бы пушками очень... Ну, то есть, тогда город будет стрелять, как пушка. Лесопилка, лесопилка. Лечимся. Тут Португалия переходит в нападение. Так, чтобы по минимуму... Ну, мне не жалко этот юнит, он все равно не мой. Сейчас четыре хода к Болонии отойдет. Так. Давайте решать за этот город. Вот мне где-то здесь надо ставить, да? Пока вот сюда подойду. Может быть, прямо здесь? Или на пшенице? Можно нанять клан линейных пехотинцев за 430. Хм. А здесь... Тоже линейных пехотинцев. А может нанять? Линейные пехотинцы-то круче мушкетеров так-то. Я бы вот здесь нанял. Подождите. Ой, он прям там даже появился. Кайф. Давайте вот... Я вот прям сюда поставлю. Хай они атакуют его. Нормально. Ну, Ракеши дофига денег потратил на это. Но мне кажется, это в тему. И это усиливает города. Тут просто стоим пока. Так, мне надо посылать караваны из городов... Да, значит, из Сегета. Тут я пока не достроил. Из городов, где в священных местах больше построено зданий. Тут, конечно, надо будет достроить потом. Но тут надо было посила делать. Так. Ну, я бы вообще отложил здесь просто на один ход и начал сразу фабрику строить, на самом деле. Тоже касается и Мишкольца, и Дьера. То есть просто в этих городах везде откладываем на один ход какое-либо производство. Ну, вот город... Знаете, компьютер соображает, что надо посадным сразу лупасить. Но я тут успею. Проатаковать пару раз. Да, пару раз проатаковать и пару раз мушкетерами просто город проатаковать еще. Убили все-таки. Ну, я так и знал. Ну, это пушка, потому что пушка... Просто пушка уничтожает арбалет. И там плюс просто добить остается и все. Ошибка несомненная. Так, есть уголь, правда, не обработан. И есть уголь, не обработан. Все в лесу почему-то. Так, сюда отправляем вот этого с четырьмя зарядами. А туда отправляем... Вот этого. Так, тут что-то нас обходят почему-то. Вместо того, чтобы воевать. С нами. А, кстати, Англия еще и... Вообще-то воюет и с Византией тоже. Так, видите, тут должны игнорироваться стены, по идее. Так, тут просто, наверное, все-таки в защите стоим. Тут через реку слишком больно. Не хочу, чтобы он сюда входил. Так, эта Баудик, она ни на какие юниты тут не действует вообще. Наверное, Три Бушет. По идее, не должен, да, он убивать мне мушкетера. Поэтому просто стоим. Ну, бомбарды плохо по юнитам работают. Как и Три Бушеты, соответственно. Но тут мне просто нечего... Ничего другого я тут не могу сделать пока. Куда дальше? Я бы шел прямой наводкой в авиацию. Но мне... У меня нету... Нефти для этого. Так что, наверное, мне все-таки сначала надо в нефть заглянуть. Еще можно через банковское дело. Надо ли мне астрономия? Я думаю, нет. Научная теория? Прикольно. Но пока тоже нет. Потом идем. Осадная тактика. Военная наука. Так, смотрите, баллистику мне все равно придется открывать. Может, пораньше? У меня вообще хоть один арбалет остался. Да, один арбалет есть. Мне нужны две пушки, как минимум. Поэтому я думаю, что мне арбалет надо будет построить. Блин, я бы, наверное, заглянул в банковское дело, а потом баллистику. А потом уже вот это все остальное вот здесь и в нефть. Так, значит, здесь фабрика. 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 Ну, фабрика. Продолжаю подходить потихоньку. Я, наверное, все-таки на пшеницу поставлю. Смотрите, сколько тут пшениц вокруг сразу. И водяная мельница. Ну, единственное, что Александр, конечно, это захватить может все. И тогда я буду так плакать. Лечимся. Убегаем, убегаем. Стоит ли мне выкупить эту селитру и обработать? Я считаю, что да. Девять ходов нету смысла ждать. Мне тут селитра дофига нужна для апгрейда. Здесь, как видите, я болота не убираю, потому что у меня пантеон. Эти вот тут, правда, у нас... А, равниность тоже не убираю. Я потом хочу лесопилки там поставить. В этих местах. Тут. Знаете, давайте пойдем этим рабочим в пешт. Что-нибудь обрабатывать. Тут как раз нечего обрабатывать. Да, значит, лесопилку вот тут делаем. Значит, из Сегида... Наверное, в Иерусалим отправлю. Хотя в Болонию больше денег будет. Ладно, тогда в Болонию. Так, и у нас следующим ходом открывается посел. Поэтому давайте дипломатическую службу добьем. Тем более, что это шпионов позволит делать. Никак я не могу Баудику эту... Обозвать ее хотел всячески использовать. Давайте встану здесь пока. Она просто уже ни на что не делит. Она античность и... Хотя вот рыцарь средневековья, по-моему. Хотя бы на рыцаря, да? Да, рыцарь средневековья. Ну и латник, кстати, стоит. Так, слушайте, а давайте я латником буду ее защищать. Вот латника точно не убьют пушками и вот этим. О! Я его пока апнуть не могу. Здесь. Да, ну еще один выстрел выдержит бомбард. Так что я еще раз проатакую, наверное. Ну мне надо больше бомбард, видите, тянуть. А тут пока Виктория отступает. Шпионы быстрее делаются. Я бы, наверное, поставил карточку на шпионов. Ну, здесь я меняю на рабочих. Два дополнительных заряда. Так. Соседство промышленных камней. Ну, правда, я там угольные хочу вставить раньше, чем... Ладно, наверное, пока так оставлю. Я все равно буду там, где я фабрики построил, сразу угольные строить. О, линейный пехотинец. Ну, слушайте, если он подойдет, то я, наверное, его возьму просто сразу. Так, здесь апаем в бомбарды. Бомбарду. Здесь пока атакуем. Здесь стоим, лечимся. Здесь тоже можно латника проатаковать. О, кстати, а он считается в осаде. А, тут, наверное, англичанка где-то стоит, англичанка. Поэтому в осаде. Потому что так-то, в принципе, вот эта клетка свободна. Это, если считать, мои юниты. Даже нет, вот эти две свободны клетки. Потому что через реку не считается тоже, как зона контроля. Так, ну, разграблю, чтобы вылечиться. Я просто думаю о том, надо ли мне освобождать Волин. Или оставить его в своей... Ну, просто зачем он мне уже дальше нужен, если вот так откровенно говорить? Посмотрите, как хорошо кампус тут поставлен внезапно. А так бы он... Ну, слушайте, нафига он мне нужен как город-государство? А вот как плацдарм для захвата Византии очень даже хорош. Тем более, что мне просто реально надо захватывать Византию. Я тогда один фронт у себя уберу. Видите, она тут на побережье. Или храмы и мечеть строить, блин. Не, ну мечеть я буду пока... Давайте я храм построю, а мечеть куплю. Ну, чтобы из Сегида больше денег шло караванами. Чисто в этом идея. Так, тут мы встретим этого парня. Он тут ко мне лезет. Кампус. Блин, тут даже промышленные зоны. Ну, надо в библиотеке вот это вот все. Тут даже промышленные зоны нету. А где я планирую ее тут ставить? Фиг знает. Сразу с монумента. Хотя, конечно, может быть стоило и со стены. Ну, блин, хочет Александр захватить город. Хрен с ним, я так считаю. Он, скорее всего, будет по лояльности отваливаться все равно ко мне. Кроме того, это, ну, посел, который мы просто у... У португальца захватили. Ничего интересного. Блин, карточка на рабочих, наверное, тоже зря поставил. Потому что я вижу, что я нигде сейчас за два хода... Кого? Бомбарду убили все-таки? Фак, а как так получилось? Так, ну, я надеюсь, Англия будет атаковать Волин, а не меня. Ну, вот этими двумя, конечно... Блин. Ну, тут бы я все-таки англичанку поатаковал. Ну, а здесь... Так... Блин, я вот боюсь тут стоять. Ну, вообще, через реку я очень сомневаюсь, что тут нормально можно меня атаковать. Давайте просто постоим в защите. Вот так подведем бомбарду. Ну, я, честно говоря, удивлен, что тут бомбарду убили. О, ну, я думаю, что пора Баудику использовать. Ради линейного пехотинца это надо. Ну, тут быстро разберемся с этим лагерем тогда. И начинаем угольные. Плюс 10 производства угольное. Так, тут, наверное, про атакую. Так, а где этот... О! Преследовальщик. Значит, идем сюда. Тут вот прямо на месте лагеря будем ставить. Вообще, вот зашли все эти клетки выкупать просто. Можно сразу этот акведук ставить куда-нибудь вот сюда. И будет жилье тогда. Блин, почему она бомбарды-то атакует? Так, Англия, пожалуйста, атакуй город, а не меня. Там просто кризис у нас на этот волен. Ну, серьезно. То есть, ты пришла и даже не атакуешь город вообще никак. Это прикол какой-то? Это так... Блин, ну это какой-то этот... То есть, привести юниты и город не атаковать. Да, в этом идея. Убрать, чтобы он мне не мешался просто. Ну, это прикол какой-то... ...с Англией. Ну, попробуем линейными пехотинцами пойти вперед. Возвращаемся. Надо меркантилизм открывать. Потому что можно будет на тропических лесах лесопилки ставить к перемещению... О, кстати, и логистика хорошая штука. И треугольная торговля хорошая штука. Давайте пока... Сейчас посмотрим, что у нас еще строит. Так, храм построен. Покупаем мечеть. И дальше промышленной зоне все добиваем. Тут фабрика угольная на плюс 10 производства. Библиотека универ. Фабрика угольная на плюс 10 производства. Лесопилочка. План-татишка. Ну, подержим здесь осадную башню пока. Катя может сбегать вперед, что там еще снизу. А тут можно сюда попросить. Может, даже лагерь разбомбить. Слабые. Ну, хотелось бы, чтобы, конечно, Килиманджаро извергалось, чтобы побольше давало всякого. Тут вообще можно и на жилье уже переключить. Просто плантацию построили, добавилось жилья. Так, отличненько. Там сейчас все это уберем, поставим. Я, наверное, даже не буду лес убирать. Все-таки лес добавляет производства. Ну, что, вот так сделаем. Следующим ходом у нас электричества появится. Надо, наверное, карточку. Через два хода меркантилизм откроется. Я за два хода не буду еще строить рабочих. Поэтому вот это бонус-центра коммерции. Два золота от торговых путей. Жилье не особо надо. Я бы, наверное, караваны поставил. Пожалуйста, Англия, протакуй волен. Можно это как-то организовать, наконец? Это просто смешно. Но это прикол. Она даже ушла, чтобы не было осады. Нормально? А я не могу сюда встать, потому что я боюсь, что она меня будет атаковать своими вот этими юнитами. С другой стороны, мне надо сюда остановиться, чтобы была осада. А, ну, хотя она меня не сможет проатаковать. Ладно. Это нормально тогда. А почему вот так? Так, Англия может встать на... Блин, ну, если она будет сейчас мне атаковать эту бомбарду, то я очень расстроюсь. Ну, это какой-то бред будет. Просто бред. У тебя кризис наволен, ты даже подводишь войска сюда и ни разу не атакуешь город. Просто город ни разу не атакуется. Так, а я хочу ли здесь какой-нибудь еще район ставить? Да, в принципе, нет. Так что можно вырубать вот тут лес и шахту делать. Ой, а с юзерен бой на Сайреса. Я и забыл, кстати. Подождите, а почему у меня там три всего лишь? Я же там нанимал юниты, по-моему. Это должно было добавить... Ух ты, как бы это Сайрес-то мочит. Давайте я проведу мобилизацию. Ой, кстати, у меня три линейных этих пехотинца стало. И у меня открылась стандартизация. То есть мне сейчас не обязательно прям... И знаете, что самое прикольное? Это при том, что я самих линейных пехотинцев даже не открыл. То есть я ускорил стандартизацию. Ну тут это вранье, тут надо три линейных пехотинца. Так я ускорил стандартизацию, не открывая сами юниты, которые нужны для этого всего. Забавно. Ну вот это я не могу, потому что у меня нету ни одного военного лагеря. Для создания всей этой дичи. О, блин, тут стрельцы-пикинеры. Это тяжеловато для черной армии будет. Я думаю, можно и не защищать. Итак, пройдем. Так, ну я в следующем ходу смогу уже на тропических лесах делать лесопилки. Так что можно сюда перемещаться. Чисто посмотрим, что тут. И можно тоже, наверное, вернуться. Я уже отдался. Мушкетеры Болонии перешли. Так, смотрим, что в Буэнос-Айресе пять. Я думаю, кстати, имеет смысл до шести довести. Потому что у меня уже угольные электростанции буквально будут. Так что давайте. Несмотря на то, что Буэнос-Айрес могут захватить. Но, честно говоря, 77 силы. Я надеюсь, что я следующим ходом уберу сейчас осаду. Так, улучшение убираем. Это надо уголь там добывать. Тут угольное есть. Здесь мы банк строим. Деньги нам всегда нужны. Тут фабрика есть. Угольное плюс восемь строим. Промышленная зона только закончилась. Давайте мастерскую. А, вообще, подождите. Это, наверное, все-таки акведук надо на плюс пять. Он больше даст производство, чем мастерская. Надо акведук. Там вообще Англия улетает. Но вот это город атаковал. Это не Англия. Вот сейчас Англия еще добьет, не дай бог. Уходит. Так, хорошо, ладно. А, и там какие-то войска. Так, нормально. Пока норм. Ауч. Так, тут у нас не Александр будет бить, а варвары будут бить. Перемещение на дружеской четыре от торговых путей. Я бы даже, наверное, и не ставил пока на рабочих. Пока не нужны. С другой стороны, скоро просто в городе нечего будет строить. Ладно, пока так. Сваливаем в город. Что у нас с Буэнос-Айресом? Угу. Вот вопрос. Убить латника или летучий отряд? Нет. Сила у латника, по-моему, выше, да? Нет, тут 45, а тут 46. Но у этих ребят штраф за атаку города, так что давайте лучше латника. Латник больше бы урона нанес. Какие-то пушки пришли. Ладно, разгоняем клан. Нам надо один ход продержаться, чтобы город тут... Ну, должен... Хотя тут тоже линейный. Я надеюсь, может он пушку будет атаковать, а не меня. Чёрт. Так, давайте, наверное, апнем... Этих ребят до мушкетёров. Конечно, без карточки вообще. Надо просто идти помогать мне за город ставить. А там, блин, какие-то пушки пришли. Так, здесь надо разграбить. Тут золото даёт. И это, я так понимаю, шахта. Наверное, шахту не будем трогать. Просто стоим в защите. Возможно, апну в... В кого там? Кирасиров. Так, в Сегиде. На фабрику. Вырубаем лесок. Тут лесопилку. Тут шахту. Так, ну... С углём зашибись у нас должно всё быть. Универ в Пеште. Шесть ходов до выроста. Ну, давайте пять ходов. Банк тогда. Я бы поставил где-нибудь Акведук, если бы я понимал, где я хочу промышленную зону ставить. А я не понимаю. Ну, тут... Мне кажется, тупо промышленную зону именно ставлю. Я вообще её никак не... То есть, тут плюс два будет всего лишь. Мне рекомендуют здесь Акведук ставить. Тогда, возможно, здесь промышленная зона. Потому что соседствует центра коммерции и железо. По идее, это на плюс четыре промышленная зона. Но... Мне кажется, где-то лучше есть. Тем более, что всё равно её поставить не могу. Ну и чё? Зачем я Акведук сейчас? В Пеште с жильём-то всё нормально. Тут с производством хреново. Есть меркантилизм. Я иду прямой наводкой в национализм. Жалко. Сам национализм долго открываться будет. План, в общем-то, такой. Выйти в национализм. Принять теократию. И... Ну, за веру просто докупать те юниты, которыми мы сделаем корпуса. Но национализм далековато, конечно. В будде не хватает... О, усталость от войны. Видите, минус три. Это, кстати, из-за потерь... Из-за потерь вот этих бомбард. Опять же. Многие люди вот мне писали в комментариях в прошлом видео про арабов. Что, типа, невозможно играть, потому что у тебя будет большая усталость от войны. На самом деле, еще раз повторю, усталость... У меня есть видео целое про усталость о войне. Просто найдите в гайдах у меня на канале. Я там все расписываю формулы. Вы усталость получаете за битвы на своей территории, за умирание ваших юнитов где угодно, за умирание ваших юнитов на вашей территории. Вы получите еще больше усталости. Вот это все складывается. Но со временем оно исчезает. Со временем, то есть, если вы не теряете, то оно все-таки уходит. Когда вы заключаете мир, оно просто автоматически все уйдет. Но даже когда вы в войне, оно все равно уходит постепенно. Так что не стоит бояться... Если вы нормально воюете, не теряете юниты, то не стоит бояться усталости. Но в моем случае, видите, уже три единицы усталости, это именно вот из-за этих потерь бомбард вот тут не с хрена. И из-за битв вот на моей территории, вот тут в Эгере. В Эгере должно быть еще... Ну, вообще, она распределяется так. Самый большой город сначала получает... Недовольство у нас самый большой как раз Будо. Так, ну это очень хорошо, что там вот Англия как раз с юнитами Византии в том месте борется. Опять она сюда подходит. О-о-о, очень хорошо. Очень хорошо, у меня тут еще уровень. Так, тут я точно город поставлю. Прямо сто процентов. Научную теорию, экономику ускорили. Так, ну, пожалуй, рационализм... Сейчас я подумаю, что поставить вот довольство с двумя и более либерализм, вот это хорошо для меня выглядит. Сейчас мы подумаем еще по поводу карточек, конечно. Доступно повышение. Сейчас эту бомбарду уже не убьют. Ну. Прямо, может, меня убить, и то... Где я должен убивать? Да. Ну, мешается мне тут. Еще я это очко к эпохе. Так, теперь что мы здесь делаем? Точно атакуем? Может, и через реку так проатаковать? Рыцарь... Ну, хотя... Очень хочется снять стену, но, походу, я не сниму все-таки этим ходом. Чтобы он меня не обстреливал просто. А вот здесь я не хочу, потому что меня, скорее всего, убьет... Да, стена... Значит, стою я все-таки дальше. О, в столице можно еще райончик поставить. Давайте подумаем, какой и где. Самое главное. Ну, заповедник точно нет, дипломатический точно нет. Театралочка. Все на плюс один. Ну, тут будет промышленная зона, скорее всего. Не знаю, стоит ли мне вообще... Ну, вообще, у меня мало культуры, да? Я очень медленно иду. Такой-то национализм выйдем. Военный лагерь. Тоже имеет смысл, конечно, но... Но... Вот тут, кстати, промышленная зона могла бы быть хорошая. Ну, кстати, точно такая же, как и здесь. Тоже было подоплю... А тут еще акведук, видите, помогает. Я вот думаю, что сюда военный лагерь можно. Вот сюда военный лагерь вполне. Я думаю, что он нам нужен все-таки. В такой игре он нам нужен. Так что давайте военный лагерь ставить. Столице. Рурка. Ну, хочется очень рурку. Но это, во-первых, минус одно производство, если я отсюда уберу камень. Блин, я еще подумаю. Я просто боюсь, что рурку-то у меня кто-нибудь да угонит. А камень убирать жалко. В Ярусалим бегал, да? Ну, и продолжит туда бегать, в общем-то. Камень можно обработать еще. Да, наверное, давайте выкупать. Все это дорого. Блин, три хода сам... Блин, три хода сам добавят. Не надо. Давайте не надо пока. Пойдем вот тут вот фермы сделаем. У нас три заряда еще. Еще надо было сначала посмотреть, когда он выкупит, а потом туда двигаться. Ну, да ладно. Постою здесь. Полечусь. Так, там я уже точно ставлю город. Давайте с этой стороны пойдем, мушкетером, к Волину. Смотрите. Тут еще в чем дело. Я еще... Знаете, о чем думаю? Может, мне все-таки волен освободить, чтобы получить бонусы. И просто сразу на него напасть и захватить. То есть, освободить, полечиться на его территории. Вот это вот все. Плюс одно золото за каждого своего посла. Я так понимаю, что во все города абсолютно. Поэтому мне это довольно большое... Ну, много золота будет давать. Так. Ну, не знаю. Я бы вот этого мочканул еще тогда. Отлично. Сейчас мы армию Скифи немножко проредим. Блин, 184 силы всего лишь у португальца. Но он слишком неудобно для меня располагался в этой игре, чтобы его захватывать. Ммм. А в Мишкальце мы можем район. Так, либо... Ну, наверное, все-таки кампус мне надо. Я понимаю, что всего лишь на плюс один. Вообще без шансов. Но кампуса нужны. Священные места в трех городах мне достаточно, чтобы нормальные караваны уже пускать. О, и здесь можно район поставить. Тоже, видимо, на плюс один. Так, тут у нас холм, я так понимаю, да? Наверное, лучше сюда ставить. Хотя тут тоже... Один-два. Ну, тут будет, кстати, соседство для промышленной зоны еще одно. Поэтому сюда ставлю. Конечно, кампуса на плюс один слабенько. Ну, кстати, это еще и производство мне пока добавит. Но в золотом веке-то сейчас... Так, мастерская. Что менять будем? Я хочу либерализм поставить. Но вместо чего? Вместо плюс четыре? Жалко. Наверное, вместо денег придется вот этим треугольной торговлей пожертвовать. Вот это довольно много... Ну, во всяком случае, я хотя бы терять не буду. У меня штрафы по счастью идут. Так что давайте вот это поставим. Видите, даже добавилось девять науки, между прочим. Это из-за того, что или где-то ушло несчастье, или штрафы где-то, например, в буде минус пять процентов, например, к несчастью было. К науке из-за несчастья и оно ушло. Вот в Мишкальце, видите, было. Сейчас в плюс один стало. В Секешферихваре. Секешфехерваре. Секешфехервар, блин. О! Я перестал быть Шингетти. А вот это, кстати, не очень. Мне надо вернуть. Потому что она мне... Шингетти мне много дает веры. Так делаем. И я бы хотел провести мобилизацию, если там что-то на ноль зол. У меня нету армии. Просто я провожу мобилизацию, плюс два... Плюс два сразу посла. Никогда больше не спрашивать. Ну вот что? Вот этот... Ой, там Кирасир появился в Волине. Так, кусары открылись. Уникальный венгерский юнит. Ну, ставим город. Я бы тут, кстати, сразу начинал с Акведука. Просто сразу. Вот сюда. А, подождите. Ну, вообще, тут вот есть, например, плюс один промышленная зона. Ну, я бы леса для чего-нибудь другого оставил. То есть, вот тут точно надо вот так. Так, купил бы пару клеток. Эту и эту. У тебя тут тоже уже неплохие клетки изначально есть. Купил бы сразу амбар, чтобы город уже мог расти. По поводу монумента, наверное, нет пока. Так, тут бы я, кстати, проатаковал эту пушку. Здесь уровень. Лечимся. Уровень. Так. Ну, что, не берется волен? Вот в чем прикол. Просто стоим. Мне кажется, какой-то юнит там сейчас меня убьют опять. Ой, муторно-то как, а? Сколько у нас ходов? Два хода осталось для того, чтобы взять волен. Англия не помогает. Ой, блин, пришел все-таки. Ладно, надо апать до гусаров. К сожалению. Ну, чтобы силу увеличить. И не так весело дебраться, чтобы было брать. Но если не только эти два юнита будет, то он не возьмет, конечно. Так, что с Блэносайросом? О, тут уровень. Давайте, наверное, сюда вернусь. И возьму уровень. Потому что тут варвары, хай, сами со скифом воюют. С этой стороны, которые нападают через реку, меня вообще не интересуют. Я бы вот с этим разобрался, с летучим отрядом. Угольное в Эгере. И тут больше никаких районов я пока не могу строить. Еды мало, город хреново растет. Ну, вот тут можно шпионов начать. Я могу двух сделать. Одного? Все. Я не хочу сейчас пока за веру покупать юниты, как я и говорил, пока в национализм. Хотя, слушайте, я вот сейчас подумал. Может, так реально волен не возьмем? Мне, наверное, надо кого-то здесь купить. Это еще не кого-то, а конкретно линейных пехотинцев. Да, я, конечно, мог бы это дешевле делать в теологии. Впрочем, ну сейчас одного юнита буквально. Буквально одного юнита. Наверное, блин, конюшни или казармы. Ну, вообще... Вообще, я тут как бы... У меня уникальные юниты кони. Ладно, давайте конюшни. Что я еще могу ускорить в плане военного лагеря? А ничего. Блин, мне вот чудо промышленной эпохи, мне авиацию ускорит Рурка, конечно. Блин, может все-таки сделать. Но вот сейчас мне зачем... Ну вот ладно, конюшни еще постолью, чтобы увеличилось накопление. Но в принципе... Инженеры я там какого-нибудь... Может пропустить этого инженера в надежде, что следующий будет на чудеса? Чудеса? Потому что, видите, там неизвестный игрок через два хода берет. Так, давайте, наверное, строителя. Так, да, после конюшни. Так, кто об кого убился? Такое ощущение, что обо что-то убилось латник... Нет, в Византии раньше ходят, по-моему, да. Ауч. А, нет, это об меня. Я думал, это сейчас стреляла пушка по моху. Хочу, нет, это просто варвара убился. Варвара не жалко. Так, значит, мне вот инженеры этого предлагают, но я, пожалуй, откажусь. В надежде, что появится инженер на... На чудеса. Все, минус стена, наконец-то. Но мы должны сейчас взять город, я думаю. Блин, ну ижели четырьмя... Тремя этими... Тремя мушкетерами и... Ну, рыцарь убивается об город, блин. Да и мушкетер этот убивается. Знаете что, давайте мы не будем рисковать. Мы подведем... Те юниты, которыми... Ну, блин, этот не подводится, правда. И бомбарды просто проатакуем. И точно... Нам... Спасибо. Вот ты помогла, конечно. Ну, не знаю, давайте рисковать. Я хочу рискнуть все-таки. Давайте сначала с этого начнем. Есть! Кайф! Так, ну мы освобождаем, чтобы... Я так понимаю, кризис... Выиграть. Вылечиваем юниты, делаем корпуса и волен захватываем обратно. Я, по идее, сейчас должен стать союзником волена. Да. Блин, там реально на тоненького. Просто смотрите, сколько осталось у рыцаря. Один хп. Просто одно хп. Ну, это рандом. Сейчас вот повезло с рандомом. Потому что выпали цифры... По силе позволившие забрать город. Ну, вот, кстати, можно будет объединить уже, да? Надо будет еще карточку поставить на дешевле апгрейд, чтобы был. Так, 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 так. Впэшт поехали. Ну, уровень сразу. Не, ну через реку я сам не хочу. Пойду вот этого парня добивать. В Дьере. Кампус, библиотека. Кампус, библиотека. Видите, ну, два производства. Ну, потому что соседство кампус. 131 наука. А у лидера 100... 188. И 183 у Александра. Охренеть. И где они? Ну, Вьетнам уже где-то здесь. Ну, я прямо в переработку иду. Сначала надо нефть открыть, а потом уже... Ну, я просто еще надеюсь, что я авиацию ускорю. В... Этой. Так, фабрика. Угольная плюс 6. Слушайте, а вот тут плюс 6 угольная. Может, тогда и не ее не ставить? То есть, тут соседство так себе. Тогда можно и на мазутную... Оставить место, я думаю. Ну, это далеко прилетело. Ну, это потому что я захватил воленый. Я это не могу пока улучшать. Кстати, у меня вообще с монополиями и корпорациями тут хреново. Только апельсины. В принципе, в нормальном количестве и все. Ну, Бандар Брюней. Неинтересно. Все, мы выиграли. Одно золото за каждого своего посла. Ну, и что? Будет это? 76 от посла. Я 76 получаю? Серьезно? Подожди, у меня просто может еще карточка стоит? Нет, не стоит. Вау. Ну, что я вам хочу... Подожди, плюс один... Плюс одно золото за каждого своего посла. У меня же не 76 послов. У меня 16... 22... 29... 31... 38. Ну, 38 послов. Я, правда, не знаю, за что тогда еще капает. Почему... Ну, 30... То есть, в два раза удвоено. У меня 38 послов отдает 76. Это в два раза удвоено. Так может, там уже все-таки не одно золото, а два золота в ход идет. И 100 единиц мирового влияния еще получил. Куда его потратить, теперь неизвестно. Кстати, тут написано плюс 10 к боевой мощи всех юнитов данной религии. На самом деле, к боевой мощи не добавляет. Вот вы можете посмотреть, я выбрал мушкетера. Вот вы можете посмотреть, что у меня только плюс 7 за воинственные кличи, плюс 4 за олигархическое наследие. Нету плюс 10. Это ошибка. Там только... Это знаете, на что влияет? Только на некоторые боевые юниты, а именно, например, на монахов. Вот на этих юнитов, на религиозные юниты, которые могут драться как военные. Вот на них плюс 10. А на обычные, типа, и на боевых, вот это все ошибка перевода. Не обращайте внимания. Куда шпиона отправим? В Константинополь? Нет, мне надо где-то прокачивать на деньги. В Марселе 520. Нифига себе. Можно украсть. В Лондоне. 1216. 948. А что такое богатенькая Буратино у нас? Англия. Это что такое? Почему? Так, тут один ход от... Ну, ничего не делаем. Вставляем место для... Тут все тоже построено. Ну, надо строителя два хода. Я, правда, не знаю. Ну, через два хода я смогу акведук либо промышленную зону строить. Просто не знаю. Ну, а, давайте два хода нормально. Не будет даже без карточки. На три заряда достаточно. Так, библиотека. Универ. Банк. Так, ну что, вот тут уже... Ну, можно водяную мельницу просто, чтобы город рос. Пока. И в Будде мы ничего не строим. В Диере. Универ. Кейсиге мастерская. Дебритсен. Так, тут уровень. Здесь, я так понимаю... О. Ну, корпус убивает... Нет, не убился, но... Хана ему тут будет. Короче, всю армию Скифия потеряет под Буэнос-Айресом. Это известная скифская Буэнос-Айресская трагедия. Хотя, вот больше у нее армии, чем у меня. Но я думаю, что это все с устаревшими юнитами. Так, тут уровни. Тут лечимся. Волен, причем... Нет. Это ошибка, видите, плюс 32. Ну, кстати, Византия сейчас может, если вы... Ну, я надеюсь, что они тут воевать между собой будут такие. Да. Но Византия, в принципе, Волен может отбить обратно. Так, давайте, знаете как... Сюда встанем. Сюда встанем и сюда встанем. На холме будем высоко стоять, далеко глядеть. Так, ну, эту пушку, наверное, убьет Иерусалим. Не хочу... Хотя Англия первая ходит. Но ему некуда скрыться. Пушка точно проатакует его. Так что не хочу убивать. Хотя мне это очки генерала даст. Вообще, что-то... Нет, слишком много надо набирать. И в Будде отклад... А, еще в Эгере у нас. Шпион. И тут Рурку можно... Ну, тут, наверное, рабочего давайте тоже. Так, ну вот сейчас повеселее. Вот этот Волен мы вовремя смогли захватить. Конечно, этот бонус по деньгам очень в тему. Я правильно его освободил. То есть я его захвачу потом. Просто сейчас, конечно, деньги намного важнее, чем наличие города. Что-то где-то еще походил. Кто-то... А, этот сюда прибыл. Так, надо вот здесь. Убирать лес, вырубать там все. Вот эту вот фигню все делать. Александр вроде там не лезет. Больше, видимо, отступил вообще от города. Да. Серьезно, ничего не... А, он апнул пушку. Блин, надо было добивать все-таки. Лечимся, лечимся. Вообще, надо бы апнуть арбалет в пушку, чтобы у меня города стреляли как пушки. 155, жалко. Пока деньги... Я бы лучше копил. Вот национализм откроем, тогда будем все покупать, апать. Вот это вот. Какая-то там поскакала кавалерия, непонятно. Так, рурка, так понимаю, не построена все еще, да? Хотя я заметил, что компьютер реально на рурку как-то мало обращать, но строит ее все-таки. Это не будет такого, что тут... Тем более, что я довольно поздно в нее вышел. Возможно... Так, что у нас тут с этими? Типа, следующим ходом кто-то заберет. Ну, это Англия читает. 51, она может и не читать следующим ходом. Так что не факт. Камень добавился сам. За каким городом? Мишкольцем. Все верно. Не буду атаковать. Смысл. Вообще не вижу смысла туда лезть. Там варвары еще эти. Так. Тут просто стоим, лечимся. Это все сейчас умрет. Хорош, Гоэносайрос. Так, ну тут опять делать нечего. Давайте строителя. Фабрика. 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 Это два пригорода. А только два пригорода. Откуда у меня союз второго уровня? Это, видимо, я за... За то, что варварский лагерь расфигачил. О, он все-таки хочет тут что-то сделать. Интересно. Ну. Удачи. Так, какой инженер? Ада Лавлейс. Нафиг надо вообще. К сожалению, я от нее откажемся. Ну, я скорее быстрее рульку так построю, чем у меня инженер появится. Ну, а до Лавлейс точно мне не нужна просто. Смысл. Так, рабочий у нас, наверное, железо обработает. О, красные мундиры прутся корпусами. Фак. А что там у красных мундиров вообще? Там у них что-то плюс на другом континенте, да? Виктория. Красный мундир. Плюс 10 при сражении на континенте, где нет вашей столицы. Теперь давайте смотреть. Континент. Лондон в Австралии. Фу, слава богу. А мы тут все в Австралии почему-то. Ну, короче, плюс 10 нету у красных мундиров. Они сами по себе, конечно, сильные. Они как линейные пехотинцы, по-моему, должны быть. Замещает линейных пехотин. Так у них, сами по себе, 70 мощь в бою. А у линейных пехотин, по-моему, меньше. 65. То есть у них просто, у самих по себе, уже на плюс 5. В корпусах. Ну, короче, вот эта маленькая жопка все-таки надвигается. Возможно, имеет смысл построить тут стены. А не акведук. Линейные пехотинцы, 65. Гусары у меня 65. Опять же, кто не в курсе, как гусары работают. Плюс 3 силы за каждый союз. Как вы понимаете, союзы я здесь не могу заключать вообще. Так что гусары у меня будут просто обычными юнитами, абсолютно. Абсолютно обычные юниты. Давайте пушку построю. У которых я потерял кучу. Ну что, промышленная зона плюс 3. Вот здесь плюс 3. А если я вот эту клетку отдам? Тут плюс 2. Блин, ну тут на самом деле... Ну, холм. Хочется его оставить. Ну, слушайте, большая разница. Ну, то есть тут на самом деле будет плюс 5, тут плюс 4. Потому что я акведук здесь сделаю. Раз я здесь делаю акведук, то не хотелось бы терять клетку, где я могу еще шахту поставить. То я бы, наверное, сюда все-таки ставил промышленную зону. Отлично, 3. Там у нас банки кучу сейчас дают денег за счет наличия энергии. Зачем-то кавалерия пришла умереть. Непонятно. Ну, еще и самолетами надо выйти, чтобы я самолетами поддержку, конечно, с воздуха моим ребятам оказывал. Тут трипланы я расставлю где-нибудь, буду уже... У меня для этого нефть нужна. Тут очень не факт, что нефть будет, к сожалению. Ух ты, пушечка едет внезапно. Блин, впендюрил, смотрите, лейрию куда? Португалец. Бегала в Болонию. Давайте в Болонию и продолжим. Сысл мне вволен отправлять, я нападать буду. Так. Никак мы не ускорим создание рурки в Будде. У меня же вообще все клетки возможные обработают. Я не хочу вот эти клетки убирать. Они мне так и останутся до конца игры. Слушайте, а где у нас еще будут шпионы? Мне так мало шпионов. Тут, что ли? Нет, плантация. А где шпионов больше дают? Вообще, я бы и стали варенья еще открыл. Я не могу ускорить, потому что я не могу броненосец сделать. Но лесопилка плюс производство и городские укрепления это в тему. Ладно, на самом деле все зависит от нефти, так что пока продолжаем развитие. Мастерская фабрика. Монумент в Дебридсене. Давайте... Давайте тут... Блин, стены. За счет 8 ходов долговато. Но вообще надо. С другой стороны, стали варенья к этому моменту могу открыть. Подождите. Смысл. Это автоматические стены везде, да? Давайте амбар. Я реально через 7 ходов уже могу открыть. Я, конечно, пойду в стали варенья не факт, что пойду, но смысл у меня в стенах. Болония, может, проатакуешь эту пушечку, пожалуйста? Ну, нормальный вообще ход? Зону контроля или против боевых? Наверное, все-таки зону контроля. Так. О! То, что мы ждали. Неужто я прямо сейчас закончу рурку? Один ход. Отлично, ребята! Вот это нам удалось просто шикарно. Не забывайте пропускать великих людей. Кстати, я об этом часто забываю, потому что привычка сетевых игр, где запрещено их пропускать, там это слишком слишком круто. Там, ну, получается, никакой стратегии нет. Ты просто первый берешь самые сильные эти, а так ты можешь хоть как-то регулировать набор великих людей. Господи, он лапнулся, что ли? Ну, давай еще тебя поатакуем. Кстати, знаете, что я подумал? Что мне, наверное, все-таки надо в стали варенья идти, потому что тут арта. Просто артой мы очень быстро будем волен сносить. Наверное, просто так, 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 прямой... А, ну, вообще, знаете, опять же, зависит от наличия нефти. Арта на нефти работает. Это нафига мне, если нету нефти, что мне туда идти? так, так, стоим, лечимся. Какой-то обход вокруг мохача. Ну, тут два хода стена, тут имеет смысл посмотреть, тем более, что тут близко юниты эти. так, слушайте, тут, наверное, уже хватит рабочих строить в Эгере. два хода до десяти жителей. Тут мы тоже священное место поставили, правда, тут синтаизм. Кстати, а что насчет попробовать его оттуда убрать? Давайте я вот здесь куплю апостола. Только у меня две, сто, Ну, я понимаю, что я это коплю на армию, но я взяв теологию, у нас будет довольно много. Ну, хватит, я думаю. А вот в Эгере убрать синтаизм, потому что я хочу священное место построить. Так, и два хода, давайте чисто исследовательские гранты до десяти жителей. Ну, и что тут делать? Получается, тоже исследовательские гранты. У меня просто все города застроены, все тут сделано, мне даже рабочих по-хорошему уже не надо. Прикол. Иерусалим перекупили. Так, это опасненько. Кто это? Александр. Александр, ты чего? Так, ну и надо проводить мобилизацию. Что-то плюс два посла. Кстати, а что у нас? Тут что-то меня не дают похо... А, тут все, уже вся армия развалилась, кайф. Я тут хорошо в Буэнос-Айресе, а так бы забрал, я уверен, что скифы бы забрали Буэнос-Айрес. Сейчас будет очень смешно, если кто-то рурку построит во время этого хода. но в принципе все очень так у нас удачно. Так, убили варварской лагерь, наверное, вот этот, да, Александр. Сейчас мной займется, наверное. Надо все-таки в Сталеварение идти, потому что те укрепления уже не возьмутся всякими кирасирами, там явно самолеты нужны. рурка, но это вот это кайф вообще. Рурка просто кайф. И ускорили авиацию. Так, что с нефтью, давайте смотреть. Антиквалерийских юнитов. нефть есть, похоже, вау. Даже два, блин, только жалко, что на болоте. А я обещал, по-моему, или уйдет все-таки болото. Но это, кстати, очень круто. В Будде 110 производства, просто вау. Так, у нас еще остается, ну, Мавзолей нигде не могут, Джабел Баркал нигде, Медресе нигде, Тори Дебелен нигде, нигде. Вот эти чудеса все нигде не строятся. Какие у нас тут поблизости могут быть чудеса? Биг Бен. Слушайте, Биг Бен. Биг Бен хорошая идея. Я в любом случае пока встали в арене иду. Нефти у меня даже два ресурса. Вот только где Биг Бен? В каком городе? В Будде у нас уже мест не хватает. Вот здесь мне надо сейчас будет аэродром строить. Очевидно. А, так я же не открыл еще. Аэродром что я буду строить? Ну, строителя тогда пока надо, чтобы нефть обработал. Я надеюсь, что не уйдет болото при добыче нефти. Так, ну тут надо отходить. Потому что вот этот парень будет больно бить. Стали в арене четыре хода. Нормально. появятся у нас стены. Ну, надо менять на теологию, на теократию, извините. так, не понял. А, я ее не открыл. Я молодец. Еще один ход, значит, терпим. Тут пока ничего не меняем из того, что мы открыли. А зачем тогда я открывал национализм раньше теократии? ну ладно. Такой риторический вопрос. Конечно, надо было сначала теократию, потом национализм. Магнусов, кооперацию пойдем прокачивать. макшу, мне кажется, бессмысленно. Так, что у нас с религией? А, тут же у нас еще защитник веры. Мне вот это надо убрать, чтобы плюс 10 Византия не имела. И в два раза больше. И проходя мимо чудо... Так, подождите, чудо природы. По-моему, какое-то было чудо природы. Я уже просто мог перепутать все игры, которые играл тут. Да, вон, Келеманджаро же есть. Ну, блин, далековато в него ходить. Далековато к нему. То есть, я могу просто взять два дополнительных, а проходя мимо чудо три дополнительных будет. То есть, два раза больше, я так шесть распространю раз. А здесь семь. Но это мне надо идти к Келеманджаро, тут даже дороги нету. Так что, давайте давайте-ка я вот так сделаю и возьму два раза больше. Я думаю, что в Эгере мы сейчас уберем нафиг синтоизм. А знаете, что можно поставить пока? Вместо олигархического наследия можно поставить на скидку на апгрейд юнитов и вот юнит уже можно апгрейдить. Для этого теократия не нужна. Вот так давайте. А, вот я понял удвоение. Вот же у меня торговая конфедерация дает за каждого посла. И плюс кризис, то есть, вот откуда у меня удвоение. В общем-то, у меня 41 посол, вот 41 деньга и там я просто что-то в желтых карточках смотрел, а не в зеленых. Так, тут все первого уровня. Еще не вылечившись. Так, вот этих берем. то еще здесь пушку. Здесь в керасиров. Здесь уже все апнуто. Так, блин, надо по юнитам как-то вот еще. Осадные башни нельзя апнуть. Густав Эйфель. Копейщики где-то они у меня тут стоят вообще. Вот, два мушкетера. Ну, не стоит уж они лечатся, надо апать. гусары апнуты, кирасиры апнуты, бомбарды пока стали в арене не открыты. Отлично. Так, у меня три бомбарды. где третья? Это не три бомбарды. А, это вот это, взятое на прокат, ее можно не учитывать. Так, что ж насчет Биг Бена? У меня куча коммерческих зон, но не везде. Вот сюда будем Биг Бен ставить. Или сюда. Два места на самом деле. Я бы, наверное, сюда, чтобы можно было театралку с соседства сделать. В общем, Эйфель туда бежит. тут стоим. О, в Буэнос-Айреса еще пушка появилась. Кому-то этого генерала отправим домой. Чтобы не особо он помогал кавалерии. Так, мне еще надо нефть вообще обработать, то я без нефти-то не особо у меня. Но мне пока нефть нужна чисто для арты будет. Да, с Ресами мне в этой игре везет. Но, с другой стороны, я уже много территорий занял. Где-то везет, а где-то я заработал, так сказать. теократию. Ради скидки на покупку за веру, чтобы дешевле юниты за веру сейчас покупались. Скидка в скорости нарушение юнитов наверное уже не надо, правильно? Тут я реально торговую конфедерацию оставлю, а не плюс два к влиянию. Олигархическое наследие наверное пока не надо, торговое наследие тоже что-то как-то мало дает. что здесь нам поставить? Треугольную торговлю может? А, подождите, у меня же либерализм, либерализм надо ставить. Куда он делся? Да блин, а, либерализм стоит, господи, что ж я так смотрю странно? Вот это все не надо, соседство гавани, ничего не надо. Ну, выглядит так, что или на шпионов. Ну, у меня один шпион пока. Что-то не знаю. Олигархическое наследие пока рано, ну, треугольную торговлю, короче. Так, а сюда мы что? Содержание юнитов или вассалов пока поставить, тоже все-таки плюс к счастью будет. Логистику наверное, да, логистику плюс к перемещению. Итак, начинаем клепать юниты. Мы их тут выводим все из города. Блин, а что не растет? Блин, один ход оставался до роста, не вырос. Ладно, я тут не буду ничего строить. Из Сеги, да, отправим. Смотрите, как больно. То есть, это типа в один момент появляются юниты, линейные пехотинцы красный мундир. Это в одной техе даже. То есть, красный мундир заменяет линейных пехотинцев. Я понимаю, что тут корпус, а тут просто одиночный, но, тем не менее, корпус добавляет плюс 10, по-моему, к силе. Ну, и армия еще плюс 10 к силе. То есть, так было бы 78 на 72. В любом случае, больно. Ну, я внутри буду стоять, чтобы не терять силу. Так, тут у нас строитель на нефть. Ну, смотрим, уйдет болото или нет. А нет, не уходит. Вообще, здорово. Господи, клетка 3007 производства. Охренеть. Это, конечно, охренеть. По моему скромному мнению. Здесь, как мы сделаем так, линейный пехотинец нужен. И его сюда. Дальше линейный пехотинец. И его сюда. Дальше пушка, видимо. Как так надо разместиться, чтобы все раздать. Пушка, бомбарда точнее. а тут уже корпус. Подождите. Этот нам не нужен. блин, а эта пушка уже походила. Черт. Немножко блин, у меня пехотинец важнее, чем пушку сделать. Давайте, знаете, как по-другому немножко. Вот тут. А, селитры уже не хватает. Черт. тогда на мне и на бомбарду не хватит. кирасира. Так, кого еще мы можем? Тут два корпуса. Тут, по-моему, так, давайте купим здесь пушку еще. Дальше здесь пушку купим. И кирасира купим. Прямо как на невольничьем рынке. Ну, кажется, на гусар мне не хватает, да? Да, Но это мне не особо важно на самом деле. Я не думаю, что там город вообще могут взять так, ну, че? Это все намного веселее становится. Вот с такой армией я уже прям вижу, как я нагибаю всех. ну, в данном случае Византию должен прям прям должен нагнуть. так, так, могу еще район ставить. Наверное, кстати, можно развлекательный, а не театральный, потому что этот развлекательный, где он? вот, на 6 клеток, правильно? 4, 5, 6, то есть до Сеги да он точно не добивает. Раз, два, три, четыре, блин, а он, я просто думал вот здесь, а, ну, тут тогда театралка как-то не влазит, черт, может, тогда здесь тогда развлекательный, три, четыре, дотягивается, раз, два, три, четыре, да, дотягивается, даже до Пешта дотягивает, но до Пешта этот работает, да, давайте сюда развлекательный поставим, потому что, я напоминаю, там еще купальни будут производства давать в радиусе вокруг себя, тут надо все-таки строителей еще построить, или может юнитов просто, то есть я тут для линейного пехотинца не смог, да, давайте два хода, а, блин, мне селитры не хватает, они, ладно, давайте строителя, в мишкульце, ну, продолжим, исследовательские гранты, пешки, промышленная зона, мастерская, тут мы стоим, ждем Биг Бена, тут, я думаю, куплю клеточку, надо как-то из Мохоча провести дорогу, ушел синтоизм, хотя бы плюс 10 против Византии, не буду, но Византия вообще не воспользовалась этим, этой возможностью, конечно, просто стоим, просто ждем, пушка не нужна с кифом вообще, бомбарда, бомбарда, пушки это другое, все-таки, добор Василия Блаженного, нафиг надо, можем поставить, но нафиг, так, тут один ход, я отложу производство, чтобы священное место сразу начать строить, и дальше, наверное, в мобилизацию надо, через строительную инженерию или через выжженную землю, вот в чем вопрос, тут губернаторский титул, ну давайте через социальную инженерию, потом выжженная земля, потому что губернаторский титул, это губернаторский титул, так, ну и там минус бомбарда у португальца, очевидно, просто 143 силы у португалии, это, ну то есть это вот, это вот все, что мы видим, наверное, вся ее сила, но я не могу в португалии лезть, потому что слишком большое распыление будет, так, ну что, в Лондоне 1028 денег можно украсть, так, минус бомбарда, отлично, сражение, скорее всего, в нормальный век выйду, что я не могу тут не убивать юниты, осталось буквально три хода, так, ну мне кажется, мне важнее бомбарды в данном случае, поэтому буду покупать бомбарды, а не линейных, ну, у меня достаточно уже корпусов линейных пехотинцев, а вот бомбарды я скоро должен апнуть в арту, плюс шесть нефти, мне хватит, да? я вот как-то не помню, при объявлении войны, по-моему, юниты не выкидывает за пределы, ну, но я думаю что после стали варенья надо все-таки экономику сначала открыть или авиацию блин так ли так big ben нужен а вот поддержка авиации будет очень серьезная так что в авиацию пойдем 5 ходов вообще как бы нефти то маловато это я пнул 2 арты эти поищем уже рядышком еще нефть будет окно это не рядышком вообще не рядышком это мои нефть нет рядышком короче ничего нет меня два источника не все ну в общем должен радоваться что хоть такое есть опять синтаизм тут только шумал все иудаизм теперь отлично ну вообще как ни странно для божества очень неплохо у меня религия держится тут даже не переговор дебритинг к сожалению стал исламским почему-то и и и и и и и надо ли мне там обрабатывать летки рядом с мохачем пока гуляют красные мундиры наверное нет вряд ли не указала пантаем эти клетки купит что не будем спешить их забирать он тогда вот эту холм обработаем блин какой мисклик господи что ж такое то ну продолжаю следовательские гранты тут делать он сказать и там с великими учеными зрение для трех случайных технологий но не знаю не знаю дает 3 единицы нефти заход и ваши торговые плюс 2 за каждый в городе назначе ну вот вторая часть мне вряд ли сильно поможет а 3 единицы нефти вход это интересно торговец мне пожалуй этот необходим угольная на плюс 10 конечно же строим бандар брюне опять перекупили блин такая подстава пушки так бы сейчас уже минус бомбарда была так отлично стоим хотя очки полководцев продолжаю получать знаете против наземных юнитов плюс 10 тут вообще даже не планирует атаковать город англичанин англичанка а то чтобы этим летком ходе они беспокоят потому что там разграбить ничего не может они просто есть и все даже про такую даже про такую ну тут побаиваюсь оттуда влазить давайте так вернем пока в город надеюсь тут бананы обработаю но здесь продолжим тут кстати надо будет инженера сделать военного а этого парня куда-нибудь в англию там тоже учить денег можно своровать так в лондоне я уже так а в лондоне про что мы же сидит шпион 888 даже у португалии меньше чем у ну давайте в лиц я думаю что я буду именно с англией все воровать так а вот здесь довольно мало но фабрика тут и так и так дает соседних городов нету смысла строить фабрику потому что угольная электростанция будет очень мало давать поэтому просто пока к веду к угольная плюс 6 наверно все таки в данном случае надо построить неоткуда много производства брать к сожалению так пошли в мохач мохач обращать будем блин чё волен ну ладно тут один он не исчезнет караван никуда не исчезнет когда я войну объявлю просто придется заново куда-то переправлять так ну наверно надо все таки из эгера отправлять сейчас будет священное место и на и это будет мячки эти давать деньги приходы осталось очень хорошо там я линейным пехотинцем поработал по моему скромному мнению так город растет водяная мельница в принципе и давайте рабочего пускай сам строит не будут покупать ну если считать того что я на 50 науки отстаю и вообще в дереве технологии вообще он смотрите как эфиоп 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 уже в эпохи атома чем странно что он у него 166 науки даже меньше чем у меня он в эпохи атома а по количеству тех как я отстаю 39 ух ты на 9 тех вообще-то дофига вообще это дофига какой-то поселенцы опять ведут меня опять ведут поселенцы ребят но убой не знаю зачем так мы вышли в стали варенье открываем авиацию дальше лесопилка производства арту надо апать ну тут один ход наверно подождем чтобы карточку поставить 310 это что-то дофига так здесь берем покупаем еще одного линейного пехотинца но я уже не буду переходить в торговую республику обратно потому что это приведет к анархии то есть мне надо в чем-то в коммунизм дальше идти я останусь в теократии на все это время по-русски маяк а тут я как веду к достроил наконец до кампус есть на плюс ты ну короче тут нужен строитель очевидно чит кампус у нас тут либо там ну а промышленная ну тут ну короче все ясно что сюда будет кампус туда промышленная зона ведь я даже не с центра коммерции начинаю и возможно где-нибудь здесь центр коммерции но я не хочу клетку заранее выкупать добавится городу так добавится нет так нет ну что поделать еще в дереве у нас лян сидит может все таки немножко строителей построить нужно ли мне и фили в башне мне кажется нет ну что престиж добавляет но смысл смысла не вижу арена все и а где у нас вообще купальни что-то в естественной истории да ну все таки театралочка где-то да нужно как минимум археологический музей забахать так здесь сначала военного инженера потом военную академию кстати мне в будет тоже надо вырасти для для аэропорта а как-то не растется город то что-то что-то все в в в в в в все мы отбились от всех смотрите никто больше не нападает два хода может отдохнуть это у скифов 381 армия самая маленькая армия а ну португальцы еще скифе всю свою армию буэнос-айрос чисто положила нормально нормально так подождем прикольно эти чардаши какие-то венгерцы играют мне нравится музыкальное оформление венгрии веселей намного играется хочет такой эх-эх держите завывание кри например вы вообще господи думаешь когда вы заткнетесь тут хоть как-то веселее сразу такой хэй-хэй по ходу наступает следующая эпоха мы в темный век новое время это темный век для венгрии но мы смотрим в будущее с оптимизмом а это будущее уже в следующей серии спонсоры канала могут прямо сейчас посреди складки сообщества для всех остальных серия появится завтра спасибо что смотрите пишите ваши комментарии впечатления но вот это намного сложнее конечно партия идет намного сложнее прям прям даже не знаю вот это вот несколько фронтов это просто виза может мне стоило качковаться все ладно ваши впечатления в комментариях то сейчас буду опять долго разглагольствовать всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока